сегодня мы отправились на кабана с вышки чтобы хорошо поохотиться и показать вам сейчас же мир толерантен к любым цветам у меня нет розовых очков на самом деле шапка для того чтобы я понимал мало ли в повес у него забирать кабана а на встречу девчонки на дискотеку такие шрики я такой ну что ребят давайте пишите там опять приехал куда материте короче меня и надо мясо вот и стал я дома сидеть хочется немного крови мясо вкусного кабанева поэтому сегодня будем рассуждать что за охота на кабана с вышки хорошо это или плохо поехать кабан это тот трофей который желает получить каждый охотник физически сильный и опасный зверь требует от охотника смелости хитрости меткости ну че юрич сегодня первая твоя охота после такого длительного перерыва сколько лет ты не охотился на зверя а только на птичку ходил понятно ну вот такая у нас будет первая охота евро будки такие вот ребята видите сделаны сразу как их назвать приспособлен до карабинчики веревки сюда можно отключать существует несколько способов такой охоты например с подхода с загонами с собаками с вышки или с засидки это считается самым безопасным вариантом охоты так как даже рассерженный зверь не сможет добраться до вас а а а а а и будем кушать колбасу жидкую я пою последний раз ел в армии 12 лет назад вы как-то уже ели я не помню что вы ели в Японии ждем кабанов вот так вот сидишь и не факт что они выйдут мы уже часа два сидим уже поели чайку купили по 50 грамм чайку выпили и вот сидим ждем конечно когда на лабазе сидишь вот так вот я однажды сидел на березе вот так вот береза там три березы стояли они как зашевелятся а еще было минус 22 мы там чуть дубы не рухнули шесть или семь часов просидели никто не вышел вот это обидно не всегда на вышке тоже выходят кабаны тоже кажется только что охота пришел к кахтере тут другой айф выждать и вот он вышел точный выстрел произвел вот это охота но не факт можно промазать могут не выйти короче как в любой охоте интрига будет или нет кабан подходит больше для молодых неопытных охотников которые еще не готовы напрямую контактировать с кабаном одним важным условием при ловле с вышки является меткость если выстрел будет нерезультативным второго шанса у вас не будет животное просто убежит если вы прибыли к вышке на автомобиле то его следует оставить подальше от места охоты идти к лабазу можно только по тропе по которой доставляется корм но ни в коем случае нельзя пересекать площадку один уже взял свой пряник а второй еще думает подходить или нет очень осторожная птица взял пряники подальше ушел кушать а этот все думает заглядывает к нам кабаны наверное ждут когда ворон будут подходить для них это сигнал что опасности нет не могут стоять даже 100 метров смотреть за ними наглядать всем охотникам должно быть известно что кабан очень осторожен так как обычно они активны ночью у них очень плохое зрение но при этом очень развит слух и нюх поэтому охотник на кабана обязательно должен учитывать направление ветра о чем еще нужно помнить маскировка нужно максимально усидчивость спокойствие терпение тишина стрелять нужно четко и уверенно весенне-зимний период достаточно сложное время особенно зима если весной еще еды достаточно этой рыбы и зелень и корни деревьев и растений а вот зимой проблема с пропитанием поэтому животные легко прикормить это может быть кукуруза комбикорма все это рассыпают по тропам и в засидке ждут зону обстрела также следует подготовить срезать все ветки которые могут мешать обзору закат солнца должен происходить за спиной охотника чтобы не ослепить глаза друзья теперь засучим рукава и приступим к такому интересному действию вы меня часто просите показать какие-то какое-то оружие смотрите у нас с вами мр-18 и 20 калибра этот ствол я купил ребенку старшему когда-то давно когда он еще был ребенком вот мне прислали такую штуку называется быстрое воронение кппс делают у нас в крыму компания российская и вот такой вот у нас удалитель ржавчины также обезжириватель и масло ну и всякие салфетки ватные кругляшки ребята этому стволу 8 лет охотились с ними в дождь и мой в общем есть у него некоторые косяки вот здесь вот увидел ржавчину в одном месте там внутри все прекрасно где механизмы боев и так далее то есть не никаких не спусковой механизм ничего не повреждено то есть нигде джо в чем нет вот видите ребята появилась небольшая коррозия вот в одном месте и где-то всякие из потертости соответственно вот здесь потертости вот самая большая потертость сейчас мы с вами удалим ржавчину вот эти вот удалители от компании созвездия дальше обезжирим и завороним весь процесс занимает 30 минут поехали удалитель ржавчины смазываем пазу ужин она не сильная ржавчины запрена удаляет сразу же ржавчину не глубокой прошло буквально три минуты ржавчину но все съела то есть ржавчины там уже нет все так теперь берем обезжириватель многие сейчас скажут почему я не снял цевьё объясняю цевьё нельзя снимать по правилам ютуба заряжаешь патроны сразу же прилетает ребята смотрите что у нас получилось ржавчина была в двух местах здесь сантиметр и здесь где-то сантиметров наверное 5-6 ржавчина вся отошла сейчас мы открываем быстрое воронение кппс вот так вот она выглядит вот такого пузырька хватит надолго потому что я буквально три капли использовал наносим на две-три минуты и потом смываем теплой водой просто если результат не достигнут можно повторить еще раз итак друзья промыли мы сейчас наше воронение смыли теплой водой уже под сырьем я смазал сейчас мы только сверху обработаем и покажу вам результат обрабатываем вот такой вот результат и так друзья ствол как новый он у меня и не сильно был старый но тем не менее те ржавчины которые были я их убрал и те потертости от антабок здесь даже не знаю чего потертости на стволе где-то лежит может в этом в чехле соответственно сейчас он выглядит как новый но я бы советовал все-таки когда уже такое конкретное хочется ружье обновить когда уже там оно такое дедовское сделать его новым апгрейд сделать тюнинг рекомендую такое средство называется быстрое воровение стоит 999 рублей и за это вы получите как новые новых слов средства можно заказать на сайте компании созвездия ссылка будет в описании под этим видео ребята косули пришли осторожненько тоже идет козочка тонкая тонкая а вот еще молоденький и и а а а а и а и а а а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok